Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о символах измерения. Это будет продолжение того вводного занятия по теме символы измерения Швингера. Но сегодня мы говорим просто про символы измерения. И вот пусть у нас есть набор S физических систем. Мы его будем подавать на вход некого классического измерительного прибора. Давайте нарисуем картинку. Вот у нас есть коробка. Это классический измерительный прибор. И экспериментатор задает набор классических параметров P. Вот еще нарисуем здесь кнопку. Это означает, что экспериментатор может в любой момент, когда ему вздумается нажать кнопку, провести эксперимент. Итак, на вход, как я уже сказал, подали набор S физических систем. Ну а на выходе мы получили уже ансамбль приготовленных физических систем S α. Что же такое символы измерения? Как мы будем обозначать вот это действие наше, наше измерение? Будем обозначить так. Так, M. И здесь в правой части будем писать, какие у нас критерии отбора, какие параметры, по которым мы отбираем. Мы отбираем по параметрам P. Вот здесь указаны наши параметры отбора, критерии отбора. А здесь будем писать то, что наше устройство выдало нам на выходе. А выдало нам оно в данном случае ансамбль S α. Вот так будем в общем случае обозначать символы измерения. Вот такой конструкции. Ну теперь мы что получили? Мы получили ансамбль S α. Да, очень важно. Здесь мы просто набор каких-то физических систем задали. А теперь что будет, если мы на вход подадим не просто набор физических систем S, а подадим ансамбль физических систем. То есть вот возьмем этот S α и уже S α подадим на вход. Вот у нас прибор. На вход подаем S α, ансамбль. И отбираем, отбираем, производим отбор по TE, каким-то параметрам. Вот кнопка. Ну да, понятно, что на выходе мы получим уже какой-то другой ансамбль S β. Ансамбль физических систем S β. Вот такая ситуация тоже возможна. А теперь давайте рассмотрим следующие вещи. Я сначала возьму и поставлю одну коробку, один измерительный прибор. В нем будет производиться отбор по TE β. Потом поставлю другой измерительный прибор. Там будет производиться отбор по TE γ. И поставлю их так, что вот здесь у нас на входе подается S α. И это S β сразу же поступает вот сюда на вход. То есть поставлю их один за другим. А здесь уже на выходе что-то другое получается. S γ. Там кнопки нужно нарисовать. Так, вот так поставлю их вместе. Какой же тогда символ будет измерения соответствовать вот всему этому эксперименту в целом? Ну, что мы будем делать? Сначала, что у нас было сначала? Вот что делает первый измерительный прибор? Он на вход. На входе у него S α. Мы отбираем по критериям отбора TE β. Значит, в этой части, как мы и договорились, пишем наши критерии отбора TE β. А здесь нам нужно написать, что он дал на выходе. Что он дал на выходе? S β. Пишем S β. А затем, вот это то, что у нас получилось. И вот это то, что получилось, мы запихиваем сразу же в следующий измерительный прибор. Сюда. Значит, мы действуем вторым измерительным прибором на вот это. На входе там у нас параметры какие-то. E, γ. А здесь на выходе подается нам ансамбль S γ. Вот таким двум прибором, подряд поставленным, вот таким, по такому эксперименту, будет соответствовать, соответственно, вот такой вот символ измерения. А теперь я возьму и всю эту конструкцию запихну в одну коробку, в один черный ящик. И сделаю там ручечку TE β. То есть я сделаю из этого один измерительный прибор. Вот у него будет здесь вход, вот здесь вход, здесь выход. А между ними будет что-то там происходить внутри. Вот, допустим, мне, например, я купил в магазине такой измерительный прибор. Я не знаю, что там внутри. Там внутри происходит что-то, нечто. А у меня на входе вот S α, на выходе S γ. А внутри вот здесь как раз происходит вот это чудо. Мне доступна только одна ручка. TE β. Что будет тогда? Ну, тогда как мы можем записать такую операцию? Мы можем записать ее так. Если у меня это все общий измерительный прибор. На выходе получается у нас S γ. Пишем S γ. А параметром у меня, слушай, TE β. Вот записываем, как и договаривались. Вот таким мы значением. Понятно, что я, по сути, провожу тот же самый эксперимент. Значит, вот это у меня пропорционально вот этому. Вот этой величине. Очевидно, что вот такой символ измерения, равный произведению двух, пропорционален у меня моему одному записанному символу измерения, когда я все запихну в черный ящик. Чему же равен коэффициент пропорциональности? Чему он равен? Это должен быть какой-то символ, который характеризует статистическую связь между тем, какой ансамбль выдается на выходе первого прибора, и как в этом ансамбле происходит отбор. Согласно вот этим критериям ТЕ-гамма. Вот и назовем эту связь статистическую некоторым элементом. Потом уже будем изучать свойства его. То есть запишем, что вот это наше произведение символов МС-гамма ТЕ-гамма на МС-бета ТЕ-бета будет пропорционально М, как мы уже сказали, С-гамма ТЕ-бета. Коэффициент пропорциональности обозначим так. ТЕ-гамма С-бета. ТЕ-гамма С-бета. Вот ТЕ-гамма у нас. Это вот эти параметры, по которым мы отбираем во втором приборе. АС-бета – это то, что мы получаем на выходе первого прибора, то, что поступает на вход второго. Вот будем обозначать так. Пока что будем рассматривать это как один целостный символ, даже несмотря на то, что он очень сильно похож на скалерное произведение, и это не случайно. Вот это будем называть законом перемножения, точнее, законом умножения символов измерений. Вот мы перемножили, получили вот такую конструкцию. Теперь определим нулевой символ измерения. Нулевой символ измерения обозначается вот так вот. М с индексом нолик. Что этот символ измерения описывает? Он описывает такой эксперимент, когда на вход измерительного прибора мы подаем ансамбль физических систем, а на выходе ничего не получаем. Что-то кинули в прибор, и все. Оно там, что-то с ним произошло, что на выходе мы ничего не получили. Понятно, что тогда, если мы на этот символ измерения подействуем каким-либо другим символом измерения, S, T, E, то мы все равно получим ничего, потому что после этого уже ничего не осталось, но когда мы на ничего подействуем чем-то, все равно будет ничего. Получим M с ноликом. Ну и если мы самим M с ноликом, то есть прибором, точнее экспериментом, связанным с прибором, который нам ничего не выдает на выходе, подействуем на некий другой символ измерения. Не важно, что он нам выдал. Важно, что после того, как мы запихнули его во второй прибор, у нас не останется ничего. Будет нулевой символ измерения тоже. Следующее определение. Определение логично ввести единичного символа измерения. Обозначается так, M1. Что-то какому эксперименту соответствует, какому измерительному прибору. А такому, когда на вход мы что-то подали и на выходе получили это же самое. То есть что можно сказать про него? Если мы на этот символ измерения подействуем каким-то другим символом измерения, то это будет то же самое, что мы этим единичным символом измерения подействуем на какой-то другой символ измерения. И это будет сам этот символ измерения. То есть наш прибор ничего не меняет. На входе и на выходе то же самое. Два ансамбля, определение два ансамбля, Sα и Sβ для физических систем, называются несовместными. Если физическая система, принадлежащая ансамблю Sα, никаким образом не может принадлежать ансамблю Sβ. Ну и наоборот. Теперь введем набор критериев TE, которые нам позволяют создать ансамбль физических систем S. TE позволяет нам создать ансамбль физических систем S, который будет состоять у нас из двух несовместных ансамблей. Будем обозначать это так. Состоит из двух несовместных ансамблей от наших Sα и Sβ. Что тогда будет, если мы рассмотрим такой символ измерения? На выходе мы получаем вот этот S, Sα и Sβ, два несовместных ансамбля. А отбираем все по параметрам TE, критериям отбора TE. Поскольку у нас ансамбли несовместные, то ничего не поменяется, если мы отдельно отберем по параметрам TE, отберем ансамбль Sα, а потом по параметрам TE, по этим же словам, отберем ансамбль Sβ. Это два несовместных ансамбля. Какую же операцию между этими нужно поставить? Но поскольку мы отбираем отдельно, а потом все это смешиваем, то логично поставить здесь операцию сложения. Получили такое равенство для символов измерения. А теперь рассмотрим другую ситуацию. А теперь рассмотрим ситуацию, когда вот у нас есть измерительный прибор. Некоторый. Вот здесь вход у него, есть выход. А здесь у нас мы раньше рисовали одну ручку, а теперь нарисуем две. TE1 и TE2. То есть у нас будет два критерия отбора. Ну вот тогда общий набор критериев отбора, это будет первый критерий отбора и второй критерий отбора. Что тогда будет, если мы рассмотрим такое символ измерения? На выходе получим некоторый набор S физических систем, а на входе у нас есть два критерия отбора. TE1 и TE2. Итак, рассмотрим такой символ измерения. Ну, опять же, при условии, что у нас TE1 и TE2, это такие критерии отбора, что мы отбираем либо по одному, либо по другому. Мы не можем одновременно по двум отбирать. Так вот, при таком условии, что будет, если мы рассмотрим такое символ измерения? А мы получим то же самое, если мы отдельно будем отбирать по критерию TE1 и отдельно будем отбирать по критерию TE2. А потом мы все это смешаем и получим то, что получим на выходе. Получим общую запись символа измерения, которая соответствует этому эксперименту. Что теперь? Ну, давайте рассмотрим пример. Что же такое несовместные критерии отбора? Вот пусть есть наблюдаемая А, и у нее есть спектр, у наблюдаемого А. Мы можем отбирать все системы, в которых наблюдаемая А принимает значение А1. А можем отбирать все системы, на которых наблюдаемая А принимает значение А2. И одновременно наблюдаемая А не может принимать значение А1 и А2. Это пример двух несовместных критериев отбора. TE1 получается значение А1, и TE2 получается значение А2. Это условная запись, конечно же, так лучше, на самом деле, не писать. И пример двух ансамблей несовместных. Вот пусть после выхода из измерительного прибора есть ансамбль, в котором... В котором ансамбль S-альфа, в котором наблюдаемая А имеет значение А2. И пусть есть ансамбль S-бета, в котором наблюдаемая А имеет значение А46. Тогда можно смешать эти два ансамбля и получить общий ансамбль. Но там, где физические системы обладают значением А2, ни одна физическая система не может иметь значение наблюдаемая А46. Вот такие два ансамбля, вот эти два ансамбля, несовместные. Теперь мы введем симметричный символ измерения Швингера. Мы будем отбирать по значению А, равному АИтому. И на выходе прибора из прибора выйдет значение тоже АИтая. А теперь будем отбирать по значению А, равному АИтому. А на выходе измерительного прибора получать значение АЖИТая, которое не равно АИтому. Разные значения. Вот такой символ измерения будет называться несимметричным символом измерения Швингера. И, возможно, еще одна ситуация. Когда наблюдаемая А имеет значение АИтая, а из прибора выходит наблюдаемая Б, которая имеет значение БЖИТая. Совсем другое. Возможно и такая ситуация. Теперь поговорим немного о несовместных символах измерения еще. Пусть у нас есть два критерия отбора, ТЕ1 и ТЕ2. ТЕ1 и ТЕ2. С помощью которых отбирается ансамбль физических систем С-Альфа с помощью одного из них. То есть, с помощью этого отбирается С-Альфа, а с помощью другого отбирается ансамбль С-Бета. И С-Альфа и С-Бета несовместные. Тогда рассмотрим вот такую ситуацию. Рассмотрим символ измерения, где на выходе будет два несовместных ансамбля, С-Альфа и С-Бета. А на входе будет два несовместных... Не, не на входе. Мы будем отбирать по двум несовместным критериям отбора. ТЕ1 и ТЕ2. Два несовместных символов измерения в данном случае отмечают двум несовместным ансамблем. Двум несовместным событием. Тогда мы можем отдельно измерять и отбирать по критерию отбора ТЕ1. И отберем мы ансамбль С-Альфа. А потом отберем ансамбль С-Бета по критерию отбора ТЕ2. Двум несовместным символам измерения отвечают два несовместных события. Ну и чтобы получить все это вместе, нам нужно смешать все.